Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие. Продюсер и автор канала «Запасаемся фоккорном» Иван Филиппов и главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова. И сегодня мы обсудим сериал, который называется «Two weeks to live», который по-русски, разумеется, перевели как-то странно, «успеть за две недели». Почему «успеть»? Что «успеть»? Ну как «что успеть»? В смысле, она пытается успеть все дела, которые ей надо успеть. Ну всё равно какое-то странное название. Ладно, это сериал британского канала «Скай». В России его показывает Амедиатека. Его ещё можно посмотреть на «Кинопоиск HD» по нашей с ними совместной подписке. Почему мы вообще обратили внимание на этот небольшой и на самом деле не самый громкий сериал? Ну я думаю, что, конечно же, из-за Мэйси Уильямс, потому что это её первая, по сути, роль большая после «Игры престолов», которая завершилась год назад. И, конечно, очень хотелось посмотреть, на что же она способна в другом, хоть и похожем, амплуа. Ну, честно говоря, на самом деле, если мы хотели этого, то ответ очень, ну, по крайней мере, для меня разочаровывающий, потому что она играет строго арию. Просто, ну, как бы там нужно сильно приглядываться, чтобы найти какие-то другие тона или даже полтона. В общем, по большому счёту, пришла с одной съёмочной площадки, переоделась, пошла на другую, исполнила ровно то же самое. Это я говорю не в осуждении, мне она очень понравилась, она очень симпатичная. Ну, просто это та же роль. Слушай, мне вот так не кажется, потому что, мне кажется, они как раз играют на ожиданиях того, что ты ждёшь от неё Арию, да, и сначала даже в этом есть некоторая ирония. Она отправляется на месть, она довольно жестоко расправляется со своими обидчиками, она искусный воин. Всё это действительно просто вынесено с площадки «Игры престолов». Более того, у неё даже есть список, хоть это и другой список немножко, это не список с именами того, кого она хочет убить, а довольно невинные вещи, по большей части. Но так или иначе, мне кажется, это такие всё пасхалочки для фанатов Арии Старк. Но на самом деле, как раз потом и её героиня, и сериал вообще выходят на другой уровень, и в смысле какой-то семейной драмы, и в смысле юмора при этом одновременно. Всё-таки Арии Старк не самый остроумный персонаж «Игры престолов», как бы мы ни хотели. Слушай, на самом деле, если задуматься и заморочиться, то за восемь сезонов «Игры престолов» у Арии можно много чего найти. Ещё раз, я это говорю не с осуждением. Мне она понравилась, сериал страшно симпатичный, но как-то хотелось чего-то большего, и в этом смысле как раз, мне кажется, гораздо интереснее, не она, а гораздо интереснее актрисы, которую зовут Сиан Клиффорд, и которую мы знаем по сериалу «Дрянь», где она играла сестру главной героини, которой здесь играет мать, соответственно, Арии. И вот она блистательная абсолютно, потому что у неё как раз радикально другая роль. Помнишь, какая она была вся из себя нервическая, в дряни, какая она там забитая, зашуганная, бедная и несчастная? И тут такая прямо Сара Коннор из «Терминатора». Мне за ней было смотреть, честно говоря, как-то интересней. Мне кажется, что тут вообще довольно выдающийся актёрский состав, и парни эти, с которыми знакомятся главные героини, и, опять же, наша любимая – это Алиса Тейшейера, которую мы только что обсуждали как новую британскую звезду в сериале «Тригонометрия», а совершенно в другом образе, тоже было очень приятно на неё посмотреть, в образе такого продажного копа и Джейсон Флемминг из «Большого куша», которого сразу приносит вот такой флёр Гайя Ричи и таких британских боевиков про суровых парней. В общем, каждый актёр принёс что-то своё, и эта смесь, на самом деле, действительно получилась очень классной. И мне нравится, что он, с одной стороны, этот сериал как бы не притязательный особенно, но, в общем, он не претендует на то, чтобы стать главным хитом этой осени. В целом, это сериал, который можно пропустить, ничего страшного не будет, если вы его не посмотрите. Но в нём есть масса каких-то симпатичных моментов и какие-то неожиданные повороты и шутки. Когда, например, как бы, с одной стороны, это слэпстик откровенный, да, просто какие-то, как бы, шутки из комических ситуаций возникающих, да, когда вот первая сцена, где героиня Мэйси Уильямс Ким садится в машину только что от дубасев этого, значит, обидчика в закусочной и, значит, попадает себе очками в глаз. Ты забыла мутербродсбеку. Спасибо, Мэнди. Хватит с меня на сегодня свиней. Чёрт возьми, прямо в глаз. А знаете что, если вы не против, я всё же возьму бутерброд. Прозвенею, я просто выпендриться хотела, но, если честно, я жутко голодная. Спасибо вам огромное. Пока. Ты понимаешь, что, с одной стороны, Чарли Чаплин, да, мы уже много веков над таким смеёмся всем. Но это всё равно смешно, это всё равно мило и обаятельно, это сбивает сразу вот этот пафос, и это такая мета-ирония над жанром, да, над такими боевиками, про месть, про вот это вот всё. Да, совершенно согласен. На самом деле, вот ты упомянула Гая Ричи, сериал «Two weeks to live», он очень любопытен мне, оказался, тем, что это такой коктейль, это прям вот смешение. Из кино это Гая Ричи и Мэтью Вон, и актёры, и интонация, и какие-то приёмы классные. Из сериалов это и «Убивая Еву», и этот самый «Конец грёбаного мира», разумеется, на самом деле, больше всего. И это как-то всё талантливо смешано, и получилась, в общем, совершенно самобытная вещь, хотя, честно скажу, вот ты правильно сказал, что он необязательный. Вот когда мы обсуждали с тобой «Конец грёбаного мира», в этой истории, которая действительно очень похожа на «Two weeks to live», был элемент всё-таки какого-то высказывания. Всё-таки это был такой содержательный сериал, который нужно было посмотреть, потому что он говорил что-то новое и про жанр, и про людей, и это была такая очень неожиданная любовная история. А здесь как бы с одной стороны высказывание есть, это история отношений матери и дочери, но она настолько как бы погребена глубоко под всеми этими жанровыми приёмчиками, шуточками, перестрелочками и драчками, что как будто бы её и нет вовсе. Слушай, я понимаю, о чём ты говоришь, и это действительно не самые оригинальные, наверное, мысли. В целом мы много видели и фильмов, и сериалов про отношения родителей и детей, про отношения матери и дочери, которые друг друга не понимают. Но мне было интересно за этим наблюдать. Ещё в таком актёрском составе действительно очень неожиданная такая пара актрис, из Сиан Клиффорд и Мэйси Уильямс. Обе такие боевые, жёсткие, при этом внутри очень ранимые. Но мне в каком-то смысле даже понравилась больше линия с парнями, с двумя братьями, которая начинается как, ну как бы с одной стороны, два таких придурка абсолютных, какие-то недотёпы. Один более открытый мирой, более весёлый, другой более, значит, такой интровертный. И сначала тебе кажется, что они оба прям дураки, они тебя раздражают. Но как она нежно преобразуется, да? Вот эта прекрасная сцена, где Джей, который играет Тахин Мо, говорит, что вот с тех пор, как не стало нашего отца, вот мой брат – это единственный человек, который действительно мне помогает сориентироваться в мире, и поэтому я за него переживаю, и поэтому я пошёл в полицию. Не потому, что он там что-то хотел как бы для себя, какой-то славы или наживы, или ещё чего-то. А в целом мы вдруг за вот этой маской такого недалёкого парня смешного обнаруживаем тоже ранимого, трогательного человека, который переживает за брата, который любит свою девушку нежно, который вдруг осознаёт, что он скоро станет отцом, и как это изменит его жизнь, и какой у них прекрасный диалог с девушкой, когда он говорит, что я «I'm freaking in». Прекрасное выражение, да? То есть я готов в этот страх погрузиться уже с головой. И вот мне как-то за ними было интереснее наблюдать. Ну и Ники, конечно, просто прекрасный совершенно. И с одной стороны, действительно, в том, как он находит общий язык с Ким, начинает её поддерживать, и с другой стороны, когда его просто ранят, и он говорит, что мне будет щипать, когда я буду, значит, мыться. Это очень смешно всё. Нет, я на самом деле совершенно с тобой согласен. И, конечно, есть какая-то доля иронии в том, что в сериале про сильных женщин в результате нам с тобой больше всего понравилась линия двух мужиков. Нас как раз недавно с тобой в излишнем феминизме обвиняли. Вот, пожалуйста. Одна из вещей, которая мне страшно понравилась, и мне всё-таки этот сериал понравился. Вот я сказал, не обязательный, не обязательный, но он актёрским составом, исполнением, манерой, качеством юмора и, главное, хронометражом. Всё-таки шесть серий по 20 минут. Это, получается, весь первый сезон короче, чем большинство фильмов, которые сейчас в прокат выходят. Короче, чем довод. Внутри распихано столько каких-то обаятельных маленьких деталей, потому что я очень люблю в сериалах детали. Это всё-таки очень важно. И вот история про мать, которая воспитывает дочь в хижине, которая стоит в дремучем лесу высоко в горах, и вот, значит, они полностью отрезаны от внешнего мира, и нам показывают причём довольно долго, на каких фильмах она росла, на каких фильмах её мама её воспитывала. И это потрясающий совершенно набор. Один дома два, Терминатор два, Побег из Шаушенко и Храброе сердце. И я прямо с этого момента искренне влюбился в эту историю, потому что если бы мне кто-нибудь когда-нибудь задал вопрос, вот ты отправляешься на необитаемый остров, какие фильмы ты с собой возьмёшь? Наверное, у меня был бы список поширше, но этих четырёх фильмов, по большому счёту, для какого-то такого качественного воспитания более чем достаточно. И потом ты встречаешь эту девочку и понимаешь, что на самом деле, ну, в общем, она готова к встрече с внешним миром. Она, может быть, не знает каких-то там многих обстоятельств и не очень понимает, что дрожжи тик-так – это на самом деле не таблетки от радиации. Но эмоционально она к интеракциям с реальным миром 21 века вполне готова. У неё была прекрасная школа. Да, и потом она открывает каблуком бутылку в пабе. Я не совсем поверила, что она прям 15 лет жила в хижине и ничего не видела, кроме этих четырёх фильмов, потому что, ну, там сначала есть несколько шуток про то, что она не очень понимает, как бы, окружающий мир. Но в целом для человека, который реально 15 лет не видел цивилизации, она довольно быстро в неё вливается. И там ты не очень в это веришь, потому что она в целом себя достаточно уверенно чувствует. Ну, камон, это человек, который не должен ничего знать про интернет, вообще ни про что. Ну, в смысле, 15 лет 21 века – это до хрена. Столько всего изменилось в жизни. А она, в общем, ей норм. И в этом смысле, ну, понятно, что короткий сериал, и в целом он, опять же, не претендует на то, чтобы всё прям простроить так. Какие-то мелкие детали там симпатичные, но и каких-то деталей там не хватает, мне кажется. И меня, конечно, в этом смысле ещё смутил финал тем, что вот ты понимаешь, что сейчас будет кульминация, сейчас будет вот эта битва, собственно, сейчас придут эти наёмники страшные. И вроде как и мать, и дочь к этому готовились, и у них всё припасено. И в этот момент они просто как бы забивают на то, что сейчас придут какие-то наёмники. Одна идёт с парнем своим, разговаривает, другая, значит, фотографии достаёт. Такое ощущение, что как бы их предупредят, когда, значит, на них нападут, и у них будет время подготовиться. Ну, то есть, ну, как это просто невозможно? Такого не может быть. Когда ты ожидаешь нападения, ты не идёшь расслабленно полистать фотки семейного альбома. Нет, конечно. И на самом деле вот то, с чего ты начала, это, мне кажется, даже важнее, потому что, ну вот, если смотреть на это с редакторской точки зрения, то это такой мощный, могучий сценарный недочёт. Они взяли завязку, вот всю историю с тем, что они 15 лет жили в этой, значит, хижине, и никак её потом не развили. Это никак не работает. Это просто вот какая-то твоя отправная точка. Но при этом она такая большая, и она по большому счёту должна влиять на всё, что есть, на их отношения, на маму, на неё, на то, как она видит мир, ты совершенно права. Кстати, вот я подумал, что если бы у нас кто-то ушёл в отшельническую хижину и прожил бы там 15 лет 20 века, то он ушёл при Путине и вернулся при Путине. Есть какие-то, знаешь, неприходящие ценности. Стабильность. Стабильность, да. Она самая. Вот. И это на самом деле какая-то страшная мысль немножко. Так вот, и весь сериал оставляет из себя ощущение такой лёгкой недоделанности, что это с одной стороны всё страшно обаятельно, но с другой это всё-таки немножко капустник. И всякие классные детали, например, из всех деталей, которые там, кроме кино, мне больше всего понравился разговор, когда эти два продажных полицейских приезжают к мафиозному боссу, и герой Джейсона Флеминга говорит со своей напарницей, только ради бога не разговаривая с ним про мёд, потому что, значит, мы будем здесь до двух ночи сидеть. И вот это такая маленькая деталька, которая на самом деле прямо вещей. Ну, она даёт объём всем персонажам, она сразу делает этого мафиозного босса гораздо более сложно устроенным человеком, чем просто, значит, такая функция, которую мы привыкли видеть в боевиках. Она их делает гораздо интересней. Но этого всё-таки мало, этого хочется побольше. На самом деле не дожали они все эти штуки, хотя, мне кажется, мы зря с тобой всё время сейчас его ругаем, ищем какие-то недостатки, потому что в нём всё-таки много достоинств. Понятно, что это не суперважная вещь, которую непременно нужно посмотреть, но если вас замучили драмы, то пожалуйста, прекрасный совершенно вариант. Короткие истории, очень смешные, местами действительно прямо по-настоящему смешно, со всякими мета-отсылками, с двойными смыслами, с детальками, прям хорошо. Привет, Джимми. Помнишь меня? Ты убил моего папу. Да. Но можно как-то поконкретнее? Ладно, а если так? Его звали? Это такой мелкий и малый. Да чёрт возьми! Не кричи, я пытаюсь вспомнить, я уже не молод. У тебя есть хотя бы фото? При себе нет. Я не собиралась делать это сегодня. Оно у меня в машине. Так сходи, возьми. Нет, вспоминай! Билл Нокс! И потом, это такая квинтэссенция британских сериалов. Там действительно настолько хорошо отовсюду понадёргано, что если ты любишь британские сериалы, особенно если ты хорошо знаешь британские сериалы, то от этого можно получить массу удовольствия. Ну да, и там, в общем, и Галяк, вот этот новый британский сериал, который сейчас тоже все смотрят и обсуждают, такой тоже в духе Гая Ричи. На самом деле, я увидела немножко и сериал «Мне это не нравится», который мы с тобой подробно не обсуждали, но там что-то от него есть, да, и потеря отца, и вот эта девочка, которая пытается как-то восполнить эту потерю отца, и тоже такая немножко не из мира сего. Конечно, «Конец грёбаного мира» и эти прекрасные пейзажи английские, такие леса бесконечные, да, в которых происходят какие-то страшные вещи и закапывают трупы. Я, кстати, хотела сказать, что мне очень понравился там ироничный монтаж. Он, с одной стороны, это, наверное, такой избитый в каком-то смысле приём, но он там очень к месту, да, вот мать и дочь закапывают трупы. Ты до последнего ожидаешь, что вот сейчас на них наткнётся этот турист несчастный, а турист натыкается на копов, которые закапывают этого мифиозного босса. И то же самое, когда стучат в дверь, помнишь, и тоже, как бы мы понимаем, что это два разных дома, и это довольно остроумно придумано. Из-за этого такое ощущение динамичности и постоянных каких-то неожиданных поворотов, ну вот как и с шутками, да, как с очками, да, ты ждёшь, что это такая пафосная сцена, она садится в машину, такая, типа, я крутая тёлка от дубасего страшного большого чувака, сейчас поеду дальше по своим делам и немедленно, значит, попадает в просаг. И этот чувак прекрасный, которого все по очереди дубасят, это, конечно, тоже очень мило. Я согласна, что, наверное, не надо, в общем, как мы с Ваней заморачиваться и искать много недостатков в нём, это симпатичный сериал, на него можно потратить вечер или два, он принесёт удовольствие, над ним можно посмеяться. В целом, я рада, что я его посмотрела. Мне при этом кажется, что ему не нужно продолжение, я уже видела там обсуждение в прессе, а будет ли второй сезон, а что там в нём может быть. Мне кажется, что второй сезон, к сожалению, может быть только просто повтором идей, которые были в первом, вот развитием этого, да, такого погружения непосвящённого человека в мир, в цивилизацию. И в целом, ну, как бы смотреть ещё целый сезон про это я бы не хотела. Тем более, что таких историй мы же тоже много видели. Это и Ханна, это и какой-нибудь Капитан Фантастик, которого я тоже очень люблю, да. И всё это всегда, на самом деле, заканчивается одним. Сколько бы ты ни пытался своего ребёнка ограничить от страшного и опасного мира, он всё равно вырвется и сделает так, как ему хочется. И, в общем, кажется, это мораль, которую надо просто уже всем усвоить и пытаться этого делать. И вот это, конечно, мысль, которая со мной резонирует особенно сильно, потому что мы регулярно с моим старшим сыном, ему уже 14 лет, у него уже паспорт, но я при этом ему периодически говорю, что, Данька, если бы была моя воля, я бы тебя как кенгурёнка посадил в сумку и никогда бы никуда не отпускал. Но, к сожалению, нельзя или, к счастью, нельзя. Ну, как-то это так природой устроено. А в остальном ты совершенно права. Знаешь, какая мысль у меня была про второй сезон и его возможность? Я тоже не хочу, чтобы он был, но... И сейчас будет спойлер. Примерно с середины сериала во мне поселилась уверенность в том, что отец, за смерть которого она собирается отомстить, что он на самом деле не её отец, а это кто-то другой. И я прям до последнего момента был уверен, и потом, значит, в финале это как-то никак не проговаривалось. Я думаю, ну нет, значит, я ошибся, они решили не делать такого, значит, избитого хода, и вдруг выходит герой Джейсона Флейминга в финале, и ты на него смотришь и понимаешь, что на самом деле он же отец. Ты тоже так подумала или нет? Нет. А я абсолютно в этом уверен, потому что он выходит и спрашивает о матери. Значит, всего ты ей так и не рассказала. Как-нибудь в другой раз. И по всему этому разговору абсолютно очевидно, что на самом деле он её отец, а никакой не этот несчастный чувак, которого там трагически зарезали. И, конечно, если будет второй сезон, то я думаю, что он будет про это. Это такой крючочек, который во многих рецензиях отдельно было, про это даже отмечено, что это такой крючок, который позволяет, как бы, с одной стороны, захочет Sky закончить, можно закончить, красивая точка. Не захотят закончить, есть понятный, как бы, вектор развития для второго сезона. Слушай, мне, при том, что мне кажется, что финал в каком-то смысле довольно предсказуемый, ну, в смысле, наверное, в такой истории он не может быть каким-то супернеожиданным, да, все эти линии должны разрешиться. Кому надо помириться, помириться, кому надо объясниться, объясниться, да, кого надо убить, того убьют. Деньги тоже как-то поделят. Но мне понравилось, что, несмотря на то, что нам весь сериал намекает вот на эту романтическую линию между Ники и Ким, и в целом они действительно очень мило смотрятся вместе, в конце они не уходят вдвоем. И это очень классный момент. Она все-таки уходит одна, а ей не нужен мужчина, чтобы переходить в эту новую жизнь. Ей на самом деле хочется исследовать ее одной. А это такой просто некоторый шаг, знаешь, некоторая ступенька в познании мира, да. По сути, действительно, галочка в ее списке. Там, сходить в паб, попробовать какие-то конфеты, убить чувака, который убил моего отца, поцеловаться с парнем. И вот какой-то первый романтический интерес в ее жизни. И в целом он не определяет ее жизнь дальше. Это мне очень понравилось, потому что это действительно, ну, возвращаясь к разговору о сильных женщинах, в целом не должно определять жизнь как женщины, так и мужчины. Да, романтические истории. Как мы привыкли видеть во многих мелодрамах, например. Да, я решительно согласен. Мне тоже очень понравилось. И вот это, конечно, такая прямо специальная вещь, что они ведут их, ведут, ведут, и все равно в финале они расходятся в разные стороны. Это здорово. Тоже это относится к безусловным плюсам. На самом деле, Лиза, когда ты начала подкаст с ответа на вопрос, почему же мы решили обсуждать именно этот сериал, ты все-таки немножко слукавила. Мы решили его обсудить, потому что это было единственное, что мы оба успевали посмотреть за неделю. И это все-таки тоже его безусловный, если не главный плюс. Ну, зачем ты раскрыл всю нашу кухню? Люди думают, что мы днями и ночами смотрим сериалы. Мне все время пишут друзья и говорят, как ты успеваешь все это смотреть? Я говорю, ответ простой, я не успеваю. Иногда я тупо не успеваю. Приходится страдать. Но да, в этот раз, к сожалению, сейчас пока сезон только раскачивается новый, летом не то чтобы выходило много новых, больших, интересных сериалов, которые хотелось обсудить. А сейчас они начали выходить, но все они только вышли по 3-4 серии, и я думаю, что мы их обсудим в течение осени, там много интересного. Но вот из того, что можно было обсудить целиком, вышел вот этот симпатичный мини-сериал. Но в целом я рада. Я тоже не жалуюсь. А в следующий раз мы обсудим французский сериал для разнообразия. Мы давно не обсуждали ничего такого европейского, который называется «10%». На Netflix он тоже есть, только с английским названием. Называется «Call my agent». Я его уже упоминал. Это история про жизнь и работу, тяжелую работу компании киноагентов, живущих и работающих в славном Париже. Вышло три сезона, вот мы, соответственно, с Лизой в следующий раз обсудим. Ну да, мы немножко уже рассказали об этом сериале в нашем предыдущем выпуске, где мы говорили про то, что мы сейчас смотрим, но посвятим ему целый выпуск, потому что он того заслуживает. Ваня расскажет нам массу баек из своей жизни. Мы обсудим, насколько правдоподобно показана жизнь работников кино в этом сериале. Правда ли агенты делают все то, что они там делают для актеров, правда ли Сесильда Франц слишком старая для Тарантино и так далее, и так далее. Ну что ж, на этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Пожалуйста, ставьте нам оценки, пишите нам отзывы по iTunes и в CastBox. Нас можно слушать на всех платформах от Яндекс.Музыки до YouTube, где вам удобно. Еще пишите нам письма на почту подкаст собакокинопоиск.ру или присоединяйтесь к нашей группе в Facebook, она тоже называется в предыдущих сериях, и пишите нам комментарии там. Кстати, тоже можно посоветовать нам, что еще посмотреть. Мы всегда рады рекомендациям. Все так. На этом мы заканчиваем. С вами были Иван Филиппов и Лиза Сурганова. А помогали нам в записи этого подкаста продюсер Женя Молодцова, редактор Дауля Джанайдаров и звукорежиссер Геннадий Финн. Пока. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова